На Дальнем Востоке на финишную прямую вышли совместные учения российских и китайских военных. Активная фаза морского взаимодействия 2015 позади, и уже можно подводить некоторые итоги. Как морская пехота и авиация двух стран борются с условным противником, увидел наш собственный корреспондент Макар Уденчик. Боевые машины ВМС Китая впервые в истории высаживаются с моря на наш берег. Это активная фаза российско-китайских учений морского взаимодействия 2015. Одновременно десант проводят и наши моряки. Всего в операции задействовано 500 военнослужащих. БТРы с нашей морской пехотой сразу после выхода из десантного корабля устремляются в атаку к берегу. С воздуха их поддерживают вертолеты ВМС Китая. По легенде учений, совместная группировка должна закрепиться на берегу и нанести удар по условному противнику. Наземным силам помогли парашютисты Тихоокеанского флота и китайские спецназовцы. Десантирование всегда технически сложная операция. Но по словам командования, здесь моряки двух стран не просто справились с ней, а показали хорошее взаимодействие. Поставленные задачи на полигоне Клёшко выполнил. Есть! Молодцы! Я вас поздравляю с успешным решением поставленной задачи. Данный эпизод был отработан в гуманитарных целях. Мы выполнили те задачи, которые были спланированы. Был нанесен удар по террористам, которые захватили три объекта. Масштабы этих манёвров военные назвали беспрецедентными. В небе находились 22 летательных аппарата, более 40 бронемашин выполнили задачи на земле. А на море действует совместная группировка из 20 кораблей. По словам командования, самое ценное в таких учениях – возможность посмотреть изнутри, как работают коллеги, обменяться опытом. Конечно, надо учиться друг у друга не только на стратегическом уровне, но и ещё и на оперативном и тактическом. У нас неплохо получается. Работаем плечом к плечу. Морская составляющая учений развернулась в заливе Петра Великого. Корабли двух флотов отработали совместное маневрирование, полёты палубной авиации, поиски и уничтожения подлодок условного противника. Все эти дни китайские офицеры на мостике флагмана Техьянского флота крейсера «Варяг». Решения по ходу учений принимаются только совместно. Вертолёты Судыка Чанбайшань. Взлёт. Два вертолёта в 12.00. Уровень совместимости работы штаба очень высок. Это связано и с тем, что у нас во многом схожее оружие. И в целом схожая организация по управлению кораблями. Поэтому трудностей во взаимодействии практически не возникло. Оттачивать взаимодействие начали ещё во время первой фазы этих учений. Она прошла в мае в Средиземном море. Тогда военные моряки России и Китая вместе учились противостоять пиратским нападениям на суда. Нынешние манёвры продлятся ещё три дня и завершатся традиционным парадом кораблей. Макар Руденчик и Ян Савицкий. Первый канал. Японское море.